Ну вот такое заявление президента Соединенных Штатов, которое звучит примерно так. Это серьезная проблема, с которой мы еще никогда не сталкивались. И что у них идет чудовищная эпидемия и некий опиатный кризис. Давайте сразу объясним, что это за опиоидный кризис. Да, это я объясню. Соединенные Штаты, хотя на федеральном уровне не приняли закон, но на уровне Штатов они так называемую пропагандируют заместительную терапию с помощью внедрения наркотиков, которые производятся в Соединенных Штатах Америки. И тем самым бессовестно лоббируют так называемую заместительную терапию, которая с помощью в том числе и всех институтов Организации Объединенной Информации, в том числе и Всемирной Организации Здравоохранения и Организации ЮНЕЙДС, нам постоянно навязывалось. И даже были угрозы, когда мы проводили конференции по борьбе с ВИЧ-спидом, что вот не приедут они к нам только потому, что мы ведем себя ретроградно, что мы нарушаем права человека, что не даем людям получать из рук государства за государственные деньги, а значит за деньги многоплательщиков, этот наркотик, который производится в Соединенных Штатах Америки. И то, что мы занимали всегда жесткую и неприятную для них, это так называемая метадоновая терапия. И мое глубокое убеждение, что это было как, во-первых, ну будем говорить, посадить на короткий поводок тех наркоманов, которые есть у них в стране, и побыстрее их отправить в мир иной, потому что тот, кто принимал метадон, он уже никогда не имел никаких шансов сойти с иглы когда-либо в своей жизни. Вот там, согласно данным комиссии Белого дома, изучающей, значит, опиоидный кризис, ежедневно от передозировки наркотиков погибает не менее 100 американцев. Значит, почему это заявление делается президентом? Во-первых, за последние 25 лет синтетические опиаты, они резко возросли. Опиаты – это что такое? Опиаты – это тяжелые наркотики, которые в естественной природе возникают, вернее, производятся из опиума. В этой связи я бы хотел напомнить то, что когда в 2001 году американцы получили право ввести войска в Афганистан, то Афганистан, вот на этот период, начал производить опиума в десятки раз больше, чем до этого производил весь мир. То есть они полностью разрешили производить опиум. На этот счет была целая программа, что вот они дают несчастным афганцам заработать. Они никаких мер по предотвращению не предпринимали. И здесь у них на поводу шла та комиссия, которая в рамках Организации Объединенных Наций этим занимается. И когда я им задавал вопрос, ребята, вы что творите? Они говорят, ну как же так? Права человека, они должны что-то кушать. Значит, что это далось американцам? Ну, во-первых, это было все под эгидой Центрального разведывательного управления. Почему? Потому что это деньги неучтенные, это небюджетные деньги. И эти деньги Центральное разведывательное управление тратило на всякого рода подрывные операции, в том числе и в нашей стране. А нам вот это не грозит, Геннадий Григорьевич? Это для нас было опасно, потому что через нашу страну идет наркотический опиатный трафик из Афганистана. И он усилился. А это значит в том числе и подсаживание нашей молодежи на иглу. Американцы военно-транспортной авиации наладили канал поставок на Балканы. В частности, в Албанию. Вот. Там, значит, по их данным, количество жертв эпиоидов за каждые три недели равняет количеству жертв терактов 11 сентября 2001 года. Да, но скажите, нам это грозит или нет? Вот. Ребята, молодые американцы, которые возвращаются из Соединенных Штатов, они тоже сидят на игле. Это они, кстати, тоже признали. Итак, цена вопросов в Соединенных Штатах Америки. Это 50 тысяч человек, которые ежегодно умирают от опиаратов в Соединенных Штатах Америки. Это 200 миллионов рецептов, ежедневно выписывая их в медицинских целях. Это тоже, это уже государство помогает своему населению, в кавычках, конечно же. Да? И утроение потребления только по официальным каналам опиатов, которые, естественно, покупаются в аптеках в подаче моих коллег-медиков. У нас тоже непростая ситуация с наркотиками, в том числе и благодаря американцам, особенно за последние 15-16 лет после того, как они вошли на афганский континент. И я благодарен господину Трампу за честное признание катастрофической ситуации у него в стране с влиянием наркотиков на здоровье прежде всего молодого поколения американцев.